Если бы друзья Майка узнали, что он любит котят, они бы ни за что не поверили. Майк настоящий брутал, покрытый татуировками и рядом с ним отлично смотрелся бы питбуль. Собственно, все окружающие так и думали, но оказалось, что этот мужчина суровой внешности умеет не только любить маленьких котиков, но и даже плакать. Несколько месяцев назад наш герой решил немного сменить поле деятельности и поработать с животными. И тут же ему поступил звонок со словами, «Майк, ты не сможешь взять на передержку несколько котят?» «Я был в таком восторге», признается мужчина. Он, конечно же, был согласен и вскоре в его доме оказались крошечные комочки шерсти. Четыре пищащих малютки ползали по его рукам, просили кушать и смотрели выразительными глазенками. Трое из них были мальчишками, а белоснежный котенок оказался девочкой. Ее Майк назвал Лей. Глядя на малышей, мужчина не верил своим глазам. Неужели все это происходит с ним на самом деле? Он действительно согласился стать папой этим малюткам, которых нужно кормить по часам и уделять массу внимания. Да, это действительно происходило с Майком. И он был с одной стороны взволнован, а с другой в полном восторге. Ситуация осложнялась тем, что малыши имели недобор веса и слабое здоровье. Каждый день напоминал борьбу за жизнь, которая сегодня заканчивалась в пользу котят, но завтра могла быть проиграна. Майк жил все эти дни в атмосфере страха и беспокойства за малышей. А потом один из котят умер. Это был крохотный йода. «Только не плакать, только не плакать», уговаривал себя Майк. И в этот момент слезы градом хлынули по его щекам. Этот мужчина с обманчиво брутальной внешностью рыдал без остановки. А вскоре заболела и крохотная Лея. День ото дня она выглядела все хуже, теряла веси и Майк запаниковал. Он бросился к доктору и тот сказал, что малышка может умереть в любой момент. И все же он готов помочь, поэтому предлагает семидневную терапию, которая покажет, можно ли спасти Лею от гибели. Ровно через сутки котенку стало легче. Это было удивительно. Малышка словно ожила. Она бегала, прыгала, играла с братишками и явно выглядела получше. Доктору удалось спасти ее. Оставшиеся недели, которые котята провели у Майка, прошли спокойно. Малютки подрастали и набирали вес. И у мужчины подступал ком к горлу. Он успел привязаться к ним, но должен был вернуть котишек в приют. Я старался удержаться, чтобы не расплакаться, признается Майк. Но это оказалось очень сложно. Расставание было печальным и болезненным. Мужчина признается, что не жалеет ни секунды о том, что согласился взять крошечных котят в свой дом и теперь надеется, что им встретятся хозяева, которые будут любить их, словно родных детей. Кстати, он добавил, что еще не раз возьмет котят на передержку. Ну а мы очень рады, что на свете есть такие замечательные люди, как Майк, и верим, что его маленькие подопечные обязательно попадут в хорошие руки. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.